Сибирский федеральный округ против Уральского. Кто же лучше проплывает на кону и байдарках дистанцию от 200 до 1000 метров, рассудит Барнаульский грибной канал, на который приехало свыше 250 юных спортсменов из Челябинской, Свердловской, Омской областей и Алтайского края. Подобное первенство проводится уже второй год подряд. И вот с этого года призеры получают звание кандидата в мастера спорта России. То есть они этим тоже привлекательные соревнования. И здесь сегодня присутствует Константин Мишняков, главный тренер молодежной сборной России. Он отсматривает. Конечно, победители в сборную России на этих соревнованиях так сразу не войдут. Однако не обратить внимания на них нельзя. Ведь сейчас география сильных грибцов все больше смещается из Европы в Сибирь. Спортсмены выходцев уже с Алтайского края в сборной команде, в юношеской, в молодежной все больше и больше. То есть в один год у нас даже спортсменов было в команде около семи, только с Алтайского края. А теперь еще и в молодежной команде представительства и в основной команде теперь уже. Большая заслуга в этом и самого канала. Многие Барнаул уже называют сибирской столицей гребли. Так что не исключено, что в ближайшие годы можно ожидать еще большего наплыва гостей. Мне думается, что выбор правильный, чисто географический и чисто именно инфраструктурный. Да, добираться не так-то просто, но здесь дети, юные душой всегда тренера. Желание реально познакомить наших воспитанников с новым регионом, с удивительным краем. А уже 29 и 30 июня с Грибным каналом познакомятся более 400 спортсменов из Юго-Восточной и Центральной Азии, Белоруссии и России. Грести они будут на лодках-драконах. И помимо самих соревнований будет богатая культурная программа. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком! Продолжение следует...